Так, всем добрый день. Рада вас приветствовать на нашем стриме методического характера. Так, подождем буквально пару секундочек, когда к нам присоединяются зрители. О, вижу, что начали приходить. Всем добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Фиженко Маргарита. Я являюсь премиум-методистом Школы английского языка Skyen. Помогаю премиум-преподавателям обучать учеников с помощью различных подсказок, методик, проведения групповых встреч. И сегодня у нас в гостях замечательный спикер Ирина. Ирина также преподаватель английского и немецких языков. 14 лет уже проработала в сельской школе. Также она руководит онлайн-мастерской педагогов ПАВЭА. Правильно произнесла? Ну, ПАВЭА, там последняя буква на другую сторону, да, что сила во мне, да, я. А-а-а. Окей, интересно, интересно. Так вот, благодаря Ирине было создано 2500 игр и интерактивных заданий в PowerPoint. И вот так же Ирина сказала нам, что делает интерактив с 2012 года. Это достаточно большой опыт, да, Ирина? Как вам это? Да, я уже достаточно опытная. Как я себя называю, уже королева PowerPoint. Это звучит очень мощно, и вот поэтому мы, собственно, вас и прозвали к себе. И хотела бы вот поделиться таким интересным фактом. Ирина заинтерактивила учебник в PowerPoint за один месяц, и это где-то около 200 слайдов. Вот. Ну и, да, также еще один интересный факт. 510 учителей научились делать интерактивные материалы в PowerPoint. И вот мы, собственно, надеемся, что наш сегодняшний мастер-класс, наша сегодняшняя встреча, собственно, подскажет вам какие-то лайфхаки, какие-то советы по этой теме. Ирина, правильно представила? Все рассказала? Или еще есть что добавить? Нет, больше нечего добавить. Наверное, один момент еще скажу, что на данный момент я нахожусь в творческом отпуске. То есть в школе я не работаю год уже. Ну и, наверное, все. Все остальное, наверное. Окей, окей. Вот, тогда давайте попробуем начать наш стрим. Так, хочу убедиться, что все у нас хорошо. Что нас хорошо видно и слышно. Сейчас уточню у наших модераторов, все ли хорошо. Окей. Так, ну, а пока давайте посмотрим на такой вот вопрос. Дорогие друзья, если вы нас слышите, так вот, мне написали модераторы, что стрим не идет, пишут скоро. Ага. Почему? Вроде как должно быть уже на связи все. Так, одну секундочку. Ну, написано, что лайк, поэтому не знаю. Да, я тоже вижу, что написано лайк. Так, ужасно, извиняюсь за заминку. Так, что-то пошло не так. Может быть, перезайти или как-то? Сейчас, секунду. Да, все работает. Все хорошо. Ага. Да, все работает. Окей. Все работает. Я посмотрела ВКонтакте. Я думала, что просто у наших менеджеров в чате что-то не сработало. Так вот, окей, давайте тогда приступим к нашим вопросам. Ирина, у меня к вам буквально такой последовательный порядок вопросов. И вот хочется начать с первого. Вы упомянули один из способов создания интерактивных заданий PowerPoint, да? Расскажите, пожалуйста, почему вам нравится этот тул и какие его основные преимущества? Ну, я назову три основных, потому что на самом деле про эту программу я могу говорить очень долго. Первый момент – это программа. То есть она установлена у вас на компьютере. И никто у вас ее забрать не сможет, да? То есть вы там создаете свой материал. Второй момент, опять же, это то, что это не сайт. Например, если мы создаем на сайтах какой-то интерактив, ну, например, Wordwall, да, такие самые известные. Это, конечно, все прекрасно и хорошо, но себе мы это забрать не можем, да? То есть если в один прекрасный момент сайт закроется или что-то случится, ну, бывает всякое, это все останется там. То есть все наши труды останутся на этом сайте. Ну, и третий момент, наверное, самый основной, почему я ее использую. Это та программа, которая заменила мне огромное количество сайтов и других программ. Я в ней создаю интерактив. Я про это уже сказала. Затем я создаю наглядные материалы для распечатывания. То есть я вот сейчас Canva у нас не работает, да? Ну, понятно, там можно использовать VPN. Я как-то этим, ну, не очень довольна, там и скорость теряется. Поэтому я создаю в PowerPoint, и все прекрасно. Затем в этой программе можно создавать обучающие видео и мультфильмы. Плюс редактировать изображение, то есть обрезать, улучшать качество, удалять фон. Ну, в общем, такие базовые возможности, которые мы применяем на наших уроках. И последняя функция – это рисование. То есть даже можно рисовать, использовать как графический редактор. Ну, в общем, это та программа, еще раз повторюсь, которая, ну, такая многофункциональная. Ну, и плюс, конечно же, эта программа установлена на 90%, я так скажу, на компьютерах. Можно использовать, ну, то есть можно без проблем отправлять ученикам. Бывают сложности с версиями, но это все поправимо. Ну, то же самое может и возникнуть, та же самая сложность может возникнуть с каким-то сайтом, например. Ну, то есть это как такая палочка-выручалочка в момент, когда, допустим, та же Canva не работает, да? Потому что я прям давно-давно PowerPoint-ом не пользовалась, честно говоря. Но в текущих реалиях, наверное, это правда хорошая альтернатива. Да, по поводу Canva, что я тоже пользовалась Canva, для меня это было быстрее, проще. И я как-то вообще забыла о том, что есть PowerPoint. Но когда Canva закрылся, я подумала, почему нет? И оказалось, что там как раз-таки намного проще, чем в Canva. Да, да, да. То есть это наоборот, да, и прекрасно вообще. А вот какие основные тулы, ну, я не знаю, какие основные фишки вы считаете преимуществами, да, вот если сравнивать с Canva той же? Ну, во-первых, это поиск разных элементов. Если мы говорим про Canva, то не у всех она была бесплатной. Можно было оформить как учителя, но не всем это одобряли, то есть вот такие моменты были. То есть поиск вот этих элементов, все думают, что в PowerPoint ничего нет. Но на самом деле давайте, наверное, я просто продемонстрирую экран, чтобы не на пальцах это показывать. Да, да, это точно хорошая идея. Так, и скажете, будет ли видно или нет. Да, все видно, все хорошо. Ну, во-первых, если мы нажмем вставка, есть встроенные фигуры, их достаточное количество, чтобы создавать какие-либо интерактивы. Плюс в новых версиях есть значки, сейчас они подгрузятся, их тоже огромное количество, но это так называемые иконки. То есть здесь в поисковике мы можем ввести, например, трестик, и нам выйдут варианты с трестиком, там, нолик и так далее. Дальше. Здесь есть, например, фигурки людей, тоже интересные варианты, которые мы можем использовать для наших занятий. Наклейки. Это вот такие вот варианты. Дальше. Совсем недавно появились видео, даже встроенные видео, то здесь мы можем тоже без проблем нажимать и себе вставлять. Есть иллюстрации. И есть анимированные люди, но это создание человека. То есть здесь разные позы выбираешь, подбираешь к нему голову, подбираешь к нему лицо, в общем, какую-то эмоцию, и все готово. Это первый момент. Второй момент – рисунки. Если мы нажмем на рисунки, то помимо нашего компьютера, прям здесь никуда я не выхожу, мы можем вставить стоковых изображений. То есть это обычный поиск. Ну, там, пишем какую-то тему и вставляем. И также есть изображения в интернете. Плюс PowerPoint мы можем добавлять настройки. Их огромное количество. Я вам покажу некоторые. Например, вот эмоджи. Это такая настройка. Вот я никуда здесь не выхожу. Еще раз повторюсь, я прям здесь в PowerPoint. И, ну, выйдут. Сейчас они подгрузятся. Скорость загрузки зависит, конечно же, от скорости вашего интернета. Ну, так как у нас идет эфир, и плюс я еще подгружаю. У меня маленько может подтормаживать. А так это все загружается очень быстро. Плюс здесь же, например, вот я сделала настройки. И, ну, надо вот, я говорю, пишет, проверьте подключение к интернету. То есть у меня может быть такое, а то здесь иконки. Или, например, это у нас тоже создание такого аватара. То есть вот мы нажимаем, выбираем волосы, выбираем, какая у нас прическа. Ну, в общем, полностью, да. Одежду худой, полный, ну и так далее. Ну, и для того, чтобы вставить, просто нажимаем и вставляем. Можно прикольно сюда добавлять упражнения на изучение, допустим, внешности, да, одежды. То есть как бы вместе с учеником создавать аватар для следующей игры, в которую вы будете играть. Тоже такой вариант. Или, например, вот тоже иконки, ну, много тут разных возможностей. Еще раз повторюсь, что многим кажется, что PowerPoint – это вот что-то такое ограниченное. Да, я не спорю, что она была ограниченной очень программой, но за последние годы получила большое развитие. А если мы говорим об интерактиве, то я хотела бы показать, какие варианты можно создавать. Конечно же, все я не смогу сегодня вам представить, да, но какие-то моменты, думаю, что могут быть вам полезны. Да, могу я начинать. Да, давайте посмотрим. Очень интересно. Ну, например, я вам покажу на примере настольной игры. На самом деле можно создавать интерактивные учебники, можно создавать интерактивные игры, отдельные рабочие листы, можно создавать вот такие настольные игры, бродилки, да, вот где мы переходим фигурками. Я сейчас покажу вам некоторые варианты, моменты. Вот. Мы можем создавать целые квесты. Например, у меня на обучении вот тоже коллега в последней группе создала просто шедевр. Около 300 слайдов, но там прямо хоро-квест такой. Я не знаю, может быть, вы смотрели мультик Caroline, по-моему, он так называется. Да, прекрасно. Да, Caroline в стране кошмары. Вот, да, вот по этому мультику она сделала для своих детей целую историю. Ну, конечно же, с интерактивом, конечно же, с английским языком. Это все можно применять. Давайте я покажу на примере. Я не буду все задания показывать, просто отдельными элементами, может быть, что-то вы для себя возьмете. Вот так и начинается игра. Можно добавлять фоновый звук. Я надеюсь, вам его слышно. Я специально приглушила, чтобы слышно было еще меня хорошо. Да, совсем чуть-чуть слышен звук. Все хорошо. Но это у меня просто я уменьшила звук, а так можно делать, конечно, его громче или тише. Все, мы нажимаем, и здесь у нас, во-первых, кубик. Вот этот кубик я сделала сама. У меня идея была такая, в общем, связать это как-то с рыжими котами. Ну, не знаю, вот у меня возникла такая идея. И я сделала это в качестве шаблона. То есть здесь потом можно сюда вставить любую тему. Вот могу сначала, допустим, там по теме трэвеллинг вставить задание. А на следующий раз будет эта же настольная игра, эти же ссылки, такие же интерактивы, но уже по другой теме. Поэтому я сделала вот такой кубик с рыбой. У меня пришло, я его кидаю, останавливаю. Выпадает какое-то число. Здесь можно впечатать имена детей. Ну, например, там, Миша, Маша, если кто-то будет играть. И если вам нужно больше детей, это все добавляется очень быстро и просто. И вообще я всегда за то, чтобы создавать быстро и просто. Чаще всего я делаю так. Создала что-то одно, а потом просто копировать, вставить, копировать, вставить. А все настройки здесь сохраняются. Это счетчик баллов. То есть здесь мы можем тоже шаг, можем изменять. То есть может быть 10, 20, 30, может быть 100, 200, 300. Это тоже все меняется. Ну, и фигурки здесь перемещаются. То есть мы их можем вот таким образом переносить. И нажимая, ну, соответственно, допустим, выпало 2, мы нажимаем на 2 и переходим на вариант задания. Вариантов заданий здесь много. И я не буду вам все показывать, потому что времени уйдет слишком много. Я просто расскажу. Вот это визуальный словарь. То есть здесь мы нажимаем на картинку, она мигает, и появляется с озвучкой слово. Дальше. Это у нас два варианта игры Memory. Ну, я думаю, тоже все знают. Давайте я покажу. Когда мы нажимаем на карточки, нам нужно найти пару. Вот. На каждом слайде продуман переход, возврат на игровое поле. То есть после того, как ребенок все выполнит, он переходит на игровое поле. И также эта работа настроена таким образом, что если ребенок нажмет куда-то не туда, вдруг вот куда-то на слайд я нажимаю, я не перейду на другой, пока не выполню задание. И плюс на некоторые задания я вставила такой игровой момент. Вот такой. Это спиннер. То есть ребенок его останавливает, нажимает и переходит, ну, либо на сайт с игрой, либо на видео. Нажимает еще раз, и спиннер уходит, и он продолжает задание. И эту фишку я подсмотрела на сайте Ля Редут, по-моему, так называется. В общем, строительный какой-то сайт. Я на него зашла, и мне выпало вот это колесо. Выберите там, нажмите, да, остановите. И там то ли скидка, то ли что-то еще. Ну, в общем, вот такой момент, думаю, классно будет применить для детей. Интересная механика, да? То есть вы механика упражнений, подсматриваете на разных сайтах, и, о, прикольно было бы это для упражнений применить, да? Да, да. Ну, вообще, есть интерактив, вот, который я создаю. Я смотрю, ну, допустим, флэш-игры, я смотрю квесты, то есть какие-то элементы такие интерактивные, которые можно добавлять. Ну, плюс что-то приходит, вот, то, что вокруг, да, ну, не знаю, вот таким образом. Дальше, ну, это тоже игра Memory, это найти предметы. То есть когда ученик их находит, они увеличиваются и обводятся. Следующее, здесь тоже найти предметы, но здесь немножко другая форма. То есть принцип тот же в создании, но форма другая. Это 5 отличий, 10 отличий, 20 отличий. И здесь, конечно, можно тренировать говорение, можно тренировать диалоги, вопрос-ответ и так далее. Ну, тоже спиннер, только здесь можно, например, на повторение цвета, вот он появляется, мы нажимаем на старт, он закручивается, и нажимаем на стоп, он останавливается. Ну, то есть старт, стоп. И здесь, на самом деле, на этот спиннер можно добавлять слова, можно добавлять картинки. Ну, там уже все зависит от вашей фантазии, от вашей темы. Например, вот такой вариант пазлов. Вот, когда мы крутим картинку, и нам нужно ее составить. Ну, чтобы она у нас стала полностью картинкой. Здесь можно, допустим, потренировать turn left, turn right, что-нибудь такое. Да, да, да. И еще, смотрите, вот я сейчас вам открыла в режиме редактирования. То есть, по идее, вот если ребенок вот это увидит, он уже видит, может видеть ответы, может видеть, кто там его ждет, да, что вот здесь вот фигура будет выходить. Где вот, вот здесь, например, я сделала задание, поймая кота, он выходит не сразу же. Ну, вот давайте я покажу. Как этого избежать? То есть, сохраняйте в демо-версии. Я сейчас покажу на примере, как это видит ребенок, как он это открывает и как он это видит. Так, сейчас. Ну, вот, то есть, видите, кота здесь нет, он только вот сейчас будет появляться у него. Вот. И в демо-версии вот такой вариант, например, то есть, ребенок сразу открывает вот так. То есть, он не видит, что там, да, он сразу открывает, как обычную игру. Здесь может нажать на таймер и, например, ну, нужно задание здесь разобрать кота. Опять же, у меня кошки, поэтому все с котами. Да, ну, то есть, красит, красит. Плюс можно сделать так, что если таймер выйдет, эта игра закроется. И если он выйдет, если он сделает раньше таймера, просто на крестик нажимает. Ну, тут да, нет, это не важно. То есть, он возвращается на игровое поле. Вот таким образом. Здесь задание на соотнесение есть разный с фонариком. Или, например, вот такой вариант с фонариком, когда мы его носим, ищем пароль. Сюда вбиваем пароль. Если верно, то мы переходим, возвращаемся на игровое поле. А если неверно, то мы остаемся здесь, да, нам пишут неверно, попробуй еще раз и так далее. То есть, это все сделано чисто в PowerPoint. Это просто что-то невероятное. Я просто раньше думала, что я хорошо владею в PowerPoint, но нет, вообще нет. Никак практически. Это просто очень классный набор упражнений, которые можно использовать, допустим, как check and revise. Вы, условно, прошли 5 уроков, 10 уроков по каким-то темам. И вот по этим темам это будет как контрольная работа в виде игры. Почему нет? Это даже взрослый человек. Мне кажется, это было прикольным. Да, это даже больше делать как обобщающие уроки. Ну, я советую, да, то есть, конечно, вы можете сделать контроль, но я делаю вот как обобщающие, как у нас в учебниках раньше были, да, что чему-то научился, только вот в такой игровой форме. Еще один момент забыла сказать, что, то есть, не по всем ссылкам мы можем переходить, и я сделаю еще такой вариант, например, когда мы нажимаем, у нас может выйти вот так, пропусти вход, да, то есть, не обязательно мы переходим куда-то. Ну, то есть, как обычная настольная игра. И здесь еще такая идея у меня, что на каждом задании есть какой-то элемент, ну, связанный с рыжими котами. И в конце, да, на внимательность, и в конце выходит вот такой слайд, где ребенок должен отгадать, какие лишние приметы, то есть, чего не было в процессе игры, то есть, вот это еще, внимание, важно тренировать. Очень интересно, наверное, по рефлексии можно. Да, да. Еще один момент скажу, что некоторые элементы не работают на других операционных системах, кроме Windows, но из этого тоже есть выход. Ну, по идее, я вам так скажу, что не работает вот это перемещение, но можно перемещение сделать, то есть, когда фигурки перемещаются, но это перемещение можно сделать с помощью анимации. То есть, вот это вот шаблон без макросов, и здесь вот три фигурки, это такая заготовка, да, то есть, тоже можно вот сюда быстренько вставить ссылки, и интерактив у вас готов. И, например, нам нужно, чтобы вот этот товарищ двигался, мы вот на него нажимаем, и он двигается. То есть, это тоже сработает и на Mac, и на других операционных системах. Ну, конечно, желательно Windows, но я просто говорю, потому что, чтобы вы не зацикливались, да, потому что 90% всего интерактива делается именно с помощью анимации и триггеров. Это доступно в любой версии и вообще на любой операционной системе. Окей, спасибо огромное за такой интересный ликбез по PowerPoint. И вот даже мне очень интересно узнать, есть ли какие-то практические советы по тому, как можно научиться создавать подобные задания? И еще один такой вопрос вдогонку. Сколько у вас уходит времени на создание, ну, вот, одной игры? Ну, по поводу того, что научиться, если вы хотите научиться, можете прийти ко мне на бесплатные мероприятия. Я провожу, ну, очень часто, и эти бесплатные мероприятия не просто вот я показываю, что можно сделать, а я показываю по шагам, как. Плюс чаще всего в качестве бонусов я предлагаю рабочие тетради, где все по скринам. Вот, например, у меня есть бесплатное обучение по созданию игры Memory. И там тоже я предлагаю рабочую тетрадь, прям по скринам вы идете, есть видеоинструкции, конечно же. 9 июля у меня будет бесплатный мастер-класс по созданию вот таких настольных интерактивных игр. Еще раз повторюсь, будет практика. То есть не теория, да, а именно практика. То есть мы будем с вами по шагам делать, если вдруг что-то не то, тут же решать. Что касается меня, у меня уходит очень мало времени, потому что я занимаюсь этим очень давно. И я уже понимаю, где я могу сократить какие-то моменты, ну, в плане технического характера. Вот как я говорила, да, что не копировать, то есть я вот создаю что-то одно, какой-то технический элемент, потом просто копирую, вставляю, копирую, вставляю, и меняю содержание, и все готово. Поэтому недолго. То есть это просто от опыта рука набивается, и ты потом просто привыкаешь к последовательности действий. Да, да, то есть чем больше практики, ну, это в любом деле, в языке то же самое, да. Чем больше практики, да, тем быстрее у вас все получается, тем быстрее вы лучше говорите, пишете, воспринимаете на слух и так далее. Тут то же самое, чем больше практики, тем, конечно же, лучше, и тем быстрее все получается. Ну, я про учебник, вот вы вначале упомянули, за месяц, да, действительно, это я проводила в рамках эксперимента, думаю, смогу я или нет. На тот момент я работала в школе, у меня было 27 часов. Сельская школа, вы понимаете, там нет параллелей, 2-11 классы, английский, немецкий языки, и плюс у меня было 2 класса классного руководства, 11 класс и 8, и это был апрель. Это уже очень. Ну, самая практичная жара, когда все ВПРы, когда, ну, в общем, подготовка к ЕГЭ, да, в общем, ну, понятно. И я подумала, смогу, не смогу. Это, кстати, есть все на стене у меня в группе, где я выкладывала отчеты постепенные, и я не скажу, что я сидела целыми днями, ну, то есть у меня физически на этом времени не было. То есть я уделяла там, ну, 3-4 дня в неделю, по часу-два где-то, и вот то, что у меня получилось, я делилась с коллегами, и если участники сегодняшнего мероприятия захотят, то могут мне написать в сообщении группы, я им вышлю вот этот интерактивный учебник, и они посмотрят, как он выглядит. Я заинтерактивила Spotlight 8, не потому, что я его использовала, еще у меня был такой челлендж, потому что я предложила коллегам выбрать. Я не работаю со Spotlight, то есть для меня это было, ну, по идее, еще сложнее, когда не знаешь учебник, да, не понимаешь культуру, все равно у каждого учебника, ну, все свое. Плюс-минус одно и то же, конечно, это методика. Да, да, поэтому, то есть если захотите, то без проблем. Ну, и такой еще вопрос, уже последний, такой rapid talk. Как долго вам понадобилось научиться вот этим вот скиллам, да, и как вы пришли к этому вообще? Ну, пришла я, почему в 12-м году я написала, да, я начала создавать, я сидела в декрете, делать было нечего, да, было вечером, вот. Ну, не смогла я долго находиться в декрете, 8 месяцев ребенку было, я уже вышла на работу, но вот в этот период мне нужно было чем-то себя занимать. Я такой человек, я не могу. И, ну, вот как-то, я не знаю, ну, как-то я наткнулась на эту программу, может быть, увидела у кого-то, ну, какие-то интересные интерактивы. Первая моя игра, это была простая, выезжала лягушка на мотоцикле, и были артиклы, вот. Ну, а дальше больше. Да, то есть, ну, когда было слово и артикль, ну, то есть, какое выбрать. Ну, вот такие были элементарные, ну, а дальше больше. Потом меня начали коллеги спрашивать, я начала делиться в 2018-м где-то году через ДВК, начали коллеги спрашивать, научите, да, помогите, вот. Ну, и вот так вот это все доросло до таких масштабов. Да, до такого классного комьюнити, посвященного презентациям PowerPoint. Вау, круто, Ирин, спасибо вам большое. На самом деле, очень замотивировали. Я еще раз повторюсь, я вообще никогда не работала с PowerPoint в таком масштабе, каком вы, но мне прям вы открыли PowerPoint с другой стороны. Спасибо вам за это большое. Надеюсь, нашим зрителям тоже было очень полезно. Думаю, такой eye-opener, если можно это так назвать. Вот, Ирин, спасибо большое, что пришли. Обязательно приходите на обучение Ирины и на наши дальнейшие вебинары. Хорошего всем дня, классных выходных. Пока-пока. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.